Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Эти слова актуальны в любую эпоху, еще в середине 18 века сказал Михаил Ломоносов. Самое яркое событие, свидетели которого еще живы, Великая Отечественная война. Помнить историю того времени должны все, и дети, и взрослые. Твердо уверен герой нашего следующего сюжета Николай Михайлович Родионов. Ветеран, бывший малолетний узник фашистских концлагерей, заместитель председателя Совета ветеранов города видное, Николай Михайлович постоянно посещает детские сады и школы, встречается с ребятами, рассказывая историю своего детства, как часть большой истории войны. Об одной из таких встреч в репортаже Татьяны Брыловой. Сегодня он Николай Михайлович Родионов, заслуженный человек, ветеран, почетный автотранспортник Подмосковья. В далеком 1944-м просто заключенный концлагеря Алукскнис под номером 1362. В последние годы Николаю Михайловичу приходится часто вспоминать свое безрадостное детство. Хотя разве можно такое забыть? Родился наш герой на Псковщине, в деревушке на 25 дворов. В начале войны ему было шесть годков. Большая семья, где восемь ребятишек, подворье. Когда появились немцы, местные мужчины ушли в партизаны. Вместе с ними и его старший брат Владимир. В деревне остались старики да дети, но и им, мальчишкам, приходилось выполнять ответственное поручение. Я внес, как всегда, ведро картошки, а мне туда положили шашку динамита. И вот я подхожу к воротам, внесу это ведро и спрашиваю, Павел, вот как сейчас запомнил Павел его. Там другой. Я говорю, а Павел? Павел, нет, он ушел, надо. Или остав, мы уже знаем, что мы. Остав, ведро мы передадим. А как я могу оставить? И вот действительно, как я не знал, что там в середине, мне никто ничего не сказал. Я говорю, да нет, мне надо ему отдать лично. Ну, говорит, проходи туда. И меня пропустили, я пошел, где он там, в барак, нашел этого, отдал. Все. И буквально через три дня этот штаб был взорван. После взрыва штаба фашисты озверели и сожгли до тла деревню Красуху. На том месте до сих пор никто не живет. Сожженная деревня превратилась в памятник о 283 сожженных заживо. За то, что брат ходил в партизанах, немцы забрали отца Николая Михайловича. Правда, тому удалось бежать и примкнуть к партизанскому отряду. Фашисты зверствовали на Псковской земле, чувствуя приближение своего конца. Деревня, в которой жила семья Родионовых, тоже была сожжена. А жителей угнали в концлагеря. Сначала под Псковом, затем в Латвию. Некоторые не знают, что такое концлагерь. Это лагерь, это та же тюрьма, только еще более, значит, концлагерь, это с пытками. Это забирали забор крови делали. Значит, органы вынимали живых людей, для немецких, так сказать, солдат. Сжигали в печах, расстреливали, вешали. Все это было в концлагерях. Из концлагеря Алукскнис заключенных отдавали батрачить к местным помещикам. Так семья Родионовых попала в один дом. Работать приходилось много, но все же это был не концлагерь. А весной 45-го пришли советские войска. Семья в полном составе вернулась домой. Но латышскую семью, которая спасла их от верной гибели, нашли уже после войны. Помогли им реабилитироваться, чтобы те не понесли наказание за содействие фашистам. Рассказал Николай Михайлович и о своей послевоенной жизни. Как пошел в первый класс в 10 лет, как получил образование автомеханика, как встретил свою супругу, с которой вместе уже отметили изумрудную свадьбу. Ребята поблагодарили ветерана за интересную, хотя и горькую историю. Этот человек прошел такие испытания жизни и все равно свой характер сохранил. То, что пережил этот плен, эти лагеря, это очень сложно. Следующее поколение, как мне кажется, даже не будут знать об этом. Нужно поддерживать это все. Ведь это много наш народ пережил и все должно быть в памяти. А восьмиклассникам гимназии ветеран пожелал делать в своей жизни правильный выбор и всегда оставаться людьми. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кушелева, Видное ТВ.